Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу рассказать вам о том, что происходит с купальниками от компании Faberlic спустя несколько лет или несколько месяцев носки. Обычно мы покупаем какую-то вещь, с удовольствием вам ее показываем, рассказываем, восторгаемся новинки. Но очень мало кто рассказывает, а я еще ни одного видео такого не встречала, о том, что происходит с вещами спустя несколько месяцев носки, либо спустя несколько лет носки этой вещи. Я думаю, что это видео может быть кому-то актуальным, потому что сейчас сезон скидок, очень много распродаж на летние вещи. Естественно, в эту категорию попадают и купальники. И, возможно, кто-то из вас задумывается о том, заказывать, не заказывать, какого качества вещи, что с ними потом происходит. Так вот, у меня есть три купальника от фирмы Faberlic, и у них разный срок носки. Есть купальник, у которого срок носки 3 года, есть купальник, который я только купила в начале этого лета. И, естественно, что мне есть что рассказать. Во-первых, мне нравится универсальность. Выбираю купальники Faberlic. В принципе, так и у многих фирм можно делать, что можно купить отдельно верх, отдельно низ. Вы можете верх и низ покупать разного размера и так далее. Я всегда угадывала с тем, какой размер мне нужен. С этим проблем у меня никогда не было. И качеством, вот в начале, когда я вещь покупала, я тоже всегда была очень довольна. Начну с того купальника, который у меня появился первым. Это был вот такой, по-моему, это был один из первых купальников, который только Faberlic запустила. Он вот такого цвета лайма. Такие вот здесь чашечки. Они без пушапа, но просто держат форму. И здесь не просто ткань. Я не очень люблю купальники, в которых просто ткань и все. Мне кажется, это не очень красиво, не очень эстетично. Здесь завязывается верх и низ у купальника. И этот купальник у меня уже третий год. То есть я посмотрела по фотографиям, когда впервые на какую фотографию он у меня появился, ему три года. Сверху у меня претензий никаких нет, все хорошо. А вот с низом у меня случилась неприятная история в этом году. Это то, что резиночка, которая здесь есть, резинка, она вся потрескалась. И купальник деформировался. То есть я уже не могу его носить. Я думаю, что здесь вот прекрасно видно, как это все искуско жилось. То есть резинка полностью пришла в негодность всего лишь за три сезона. С учетом того, что эти купальники я не стирала в машинке. Если я после моря всегда их ополаскивала от соли, и я не выживала их вот так вот, чтобы растягивалось ткань. Просто вот отжим такой легкий для сохранения ткани, и это не помогло. Самое обидное то, что к вот этому оттенку плавок я покупала еще отдельно верх. То есть это на следующий год я купила вот такой вот верх. Он мне очень нравился, и я очень им довольна. Потому что вот здесь есть верхние такие веревочки, которые я практически никогда не использую. И все очень хорошо вот так вот фиксируется. Так вот он никуда не девается. Он отлично сидит, просто намертво. И можно плавать, можно плавать в шторм, можно прыгать, можно делать все, что угодно. Не бояться, что верх от купальника слетит, потому что есть какие-то такие хлипенькие конструкции. Здесь все очень классно. Опять чашечки, которые есть внутри, хорошо сохранились. И тут претензий нет, потому что тут нет резинки. То есть нечему трескаться, нечему лопаться. Сама ткань в хорошем состоянии, он не линяет. Все прекрасно и все замечательно. А вот тут только что рассказывала я вам видео и заметила, что у меня здесь где-то была резинка. А вот тут вначале все-таки была резинка. И тут вначале вот эта бретелька потрескалась. Это очень обидно, потому что получается у меня остался верх, которому мне нужно искать теперь низ. Потому что вдвоем они хорошо сочетались. Я вам повставляю фотографии, чтобы вы видели, как он смотрится. И в этом году я не выдержала и заказала себе еще один купальник. Он мне очень понравился. Он появился, по-моему, еще в том году. Есть он и раздельный, и слипный. И он просто потрясающе красивый. На мой вкус. У всех вкусы разные. Это вот такой вот. О, какой красивый. Вы знаете, это мой первый купальник с такими чашечками, как в Брюсхалтере. Потому что до этого у меня были либо треугольнички вот такие, либо вот что-то такое. Но вот чашечек не было. Я всегда это избегала. Но тут вот настолько красивый фасон. Настолько он необычный, что просто не смогла пройти мимо. Уже его опробовала в этом году, уже в нем купалась. Мне очень удобно, очень все приятно, довольна. И тут вот такие тоже плавки. С ними пока все в порядке. Они целые. И здорово смотрится. Единственное, что вот как-то не всегда мне нравится, как они на мне сидят. Хотя это мой размер. Может быть, я немножко просто уменьшилась в размерах. Такое может быть. И я вот что хочу у вас спросить. Как, на ваш взгляд, будет ли сочетаться? Вот так вот. Вроде бы на первый взгляд ничего. Но не знаю, у меня еще есть сомнения. Потому что этот верх мне очень нравится. И я теперь думаю, докупать ли что-то мне. У меня есть еще купальник от другой фирмы. Но он черный. И явно с этим сочетаться не будет. Кстати, тот купальник намного дольше по времени у меня, чем вот этот салатовый. И с ним все отлично. И с ним все в порядке. То есть купальники могут реально служить больше, чем 3 года. Чем 3 поездки на море. И так далее, и так далее. С правильным уходом. Все возможно. Я хочу просто вас предупредить о том, что может происходить. Я знаю, что такие истории с купальниками случаются. Но могу вас заверить в том, что если вы покупаете купальник на один сезон, то тут ткань намного лучше, чем у многих купальников, которые вы можете купить в торговых центрах. Здесь действительно вот она такая классная. С ней ничего не произошло. Единственное, что резинка подкачала. И то умеется, что при желании они же могут другую резинку поставить. Но это, наверное, не про меня, не в моем случае. Я просто найду какой-то себе другой низ. Или я распрощаюсь с этим купальником. А тут мне кажется, что этот верх и низ должны сочетаться. Но как-то красиво смотрится. Даже смотрю на камере, вполне себе ничего. Что скажете? Ваше мнение? Интересно. Вот вы бы в такой комбинации пошли на пляж? Или все-таки искали себе какой-то другой низ? Так что вот такой мой опыт с купальниками от Фаберлик. В плане белья хочу сказать, у меня есть и белье, и одежда от Фаберлик. С одеждой вообще никаких нареканий нет. У меня есть футболка с таким принтом прорезиненным. Уже второе лето я ее стираю в стиральной машинке. Уже тысяча стирок ей было. Ничего. Этот рисуночек как новенький. Все идеально. В плане белья тоже никаких претензий нет. Уже не один год есть у меня комплекты, которые я ношу. И они в хорошем состоянии. Вот поделитесь вашим опытом. Если кто-то носит давно уже одежду от Фаберлик, либо белье, либо купальники. Как у вас? Какой у вас опыт? Как у вас одежда носится? Что можете сказать? И жду ваши ответы по поводу комбинации вверх и низа. Пошли бы вы так на пляж или нет. Надеюсь, что это видео для кого-то было полезным. На этом я с вами прощаюсь. Скоро увидимся в новых видео. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok